Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос, который вы задаете. Начну, пожалуй, с того, что вы не пишете сколько лет вам и вашему младому человеку. Информация эта была бы весьма полезной, если бы вы ее предоставили бы. Потому что, если человеку, к примеру, двадцать, допустим, ну лет, если, допустим, человеку, там, двадцать пять, к примеру, лет, вот, ну, то это одно. Да, если человеку двадцать пять лет это одно, если человеку, соответственно, гораздо больше, то есть если человеку, там, за тридцать, может быть, вот, то это совсем другая история, вот, совсем другой момент. Вот. Поэтому многое зависит от возраста человека. Это первое. Второе. Второе. Ну, если мужчина ставит своих друзей на первое место, да, то вряд ли это изменится. На самом деле. Вот. Потому что у него такие приоритеты, у него такие ценности. К этому можно по-разному относиться, но если вы любите, допустим, своего молодого человека, если у вас к нему именно любовь, вот, то мне представляется так, что вам нужно его принять. Вот. Ну, по крайней мере в том, что касается его, его интересов и окружения. А можно, в принципе, в принципе, можно. Ну, например, допустим, продемонстрировать ему, да, вот, просто продемонстрировать ему, что, ну, к примеру, что взаимодействовать, эм, с вами, эм, быть, может быть, с вами, эм, гораздо более, там, для него лучше, чем не делать этого. То есть, эм, здесь, эм, может быть, вот, еще и такая позиция, с вашей стороны. Но, то, что вы откровенно ему так, эм, говорите о том, что, вот, ты не должен, эм, значит, эм, ну, встречаться, да, с друзьями, ведь ты не должен, там, соответственно, проводить с ними, эм, время и так далее. Но это, на мой взгляд, эм, молодого человека от вас только лишь, эм, еще больше, да, еще сильнее, эм, опорачивать. Вот, потому что, никому не понравится, когда и если, эм, тебя ставят перед каким-то выбором, вот, даже если этот выбор, он, соответственно, ну, эм, как бы, ну, на пользу человеку, самому, самому человеку, на пользу, на пользу, даже если, вот. Поэтому, мне, мне думается, что это вот такой момент. Эм, кроме того, вы, эм, отношения выстраиваете только второй месяц, этого, эм, явно мало, эм, для того, что, чтобы вам, эм, простить, у него, эм, ну, что-то меняется, да, эм, требовать от него, чтобы он, эм, что-то изменил, там, эм, в своих отношениях, допустим, эм, с теми же, эм, друзьями и так далее. То есть, мне кажется, здесь, что он, эм, ну, что, слишком, слишком, эм, мало времени прошло, эм, для этого. Вот. Вот. Ну, вы, естественно, эм, можете, эм, быть со мной здесь, не согласны. Эм, это, безусловно, эм, ну, это, безусловно, ваше право соглашаться со мной или нет. Эм, дальше, значит, эм, вот вы пишите, что для него друзья всегда были чем-то незаменимым. эм, если для него друзья всегда, как вы говорите, были чем-то незаменимым, эм, то, соответственно, заникает вопрос, почему вы считаете, что, эм, вы можете, эм, ну, эм, друзей ему заменить, как бы. Ну, вот. То есть, мне, мне, эм, думается, что, на этот вопрос вам, в первую очередь, также, нужно ответить. Ну, желательно, эм, по крайней мере, ответить. Если вы, эм, можете это сделать, да, если вы можете это сделать, если вы можете заменить ему друзей, допустим, эм, если вы, там, к примеру, ну, хотите этого, то вы думаете, что это будет, эм, как, достаточно быстро или как. Эм, дальше, он рос в тяжелой обстановке, папа умер, не помогал, очень не любил. Эм, здесь, ну, с моей стороны, может быть, эм, такой, как комментарий, эм, просто, что для человека, вот, эм, могут быть, эм, важны какие-то вещи. Эм, вот, которые, эм, ну, вам, вот, именно вам, лично вам, эм, могут казаться эм, глупыми, непонятными, эм, неадекватными, возможно, и так далее. То есть, эм, вот этот момент, эм, его, эм, тоже, на мой взгляд, нужно учитывать, да. то есть у людей, которые оказались в ситуации, как ваш молодой человек, у людей могут быть самые странные ценности, жизненные, которые, ну, вообще, только могут быть, и их, на самом деле, переделать эти ценности будет достаточно, ну, достаточно непросто. Дальше. Сейчас, когда появилась я, вроде как, уделяю внимание, но я чувствую себя не дробно, что находится на втором месте. Юлия, я думаю, что здесь вашей, вот, скажем так, ошибкой является то, что вы, как бы сказать, боретесь. Вы боретесь за какие-то, ну, места. Понимаете, я бы не сказал, что здесь вообще есть какие-то места, потому что, ну, потому что его отношения с друзьями это одно, а то, допустим, ну, как он выздоровеет отношения с вами, это совсем, ну, совсем другой момент, как бы. Понимаете, вот, поэтому я не думаю, что здесь вообще уместно сравнивать. Я не думаю, что здесь вообще уместно равнять, уместно говорить о том, что вот я там, там, не на, допустим, в первом месте. Вот. То есть, такое ощущение, да, получается, что вы, как будто бы не уверены в себе, как будто бы вы ревнуете и так далее. Вот. А если вы, допустим, если вы, допустим, в себе не уверены, вот, если вы, допустим, в себе сомневаетесь, вот, то это уже может быть проблемой для отношений в, ну, в целом, это уже может быть проблемой для отношений, вот. Поэтому мне бы хотелось, конечно, чтобы вы, ну, чтобы вы в этом тоже отдавали себе отсчет, вот, я бы хотелось, чтобы вы на это тоже обратили внимание, потому что это, это правда, очень важно. Что здесь не идет какое-то сравнивание, да, здесь не может быть никакого вообще сравнивания. Значит, там, ну, себя, да, вас и его друзей. Это, на мой взгляд, деструктивная очень позиция. Которая вам, в данном случае, эм, только вредит. Вот. Дальше. Эм, так, так как мы все работаем, я спросил, а, как ты будешь проводить свое время? Юлия, ну, вот, понимаете, я бы сказал, что здесь вы продолжаете эту линию. То есть, вы говорите, что я всем нутром чувствую, что нахожусь на втором месте, да? То есть, вы говорите здесь о неуверенности в себе. Вот. Вы говорите здесь, возможно, о, допустим, своей ревности по этому человеку. И позже еще выяснится, что, ну, позже еще выяснится, что вы говорите о, по сути, оценке. То есть, вы говорите, что его, ну, что его друзья, да, это люди, ну, не вашего окружения. Вот. То есть, вы вот хотите сказать так. То есть, это все ваше восприятие. Это все то, как вам видится данная ситуация. Но это все не то, как видит данную ситуацию молодой человек. И если, вот, если вы хотите, хотите выстраивать отношения с молодым человеком, да, и вы хотите, чтобы, ну, чтобы в этих отношениях не было проблем, да, чтобы, ну, чтобы эти отношения, они несли счастье вам и вашему молодому человеку, вот. Что необходимо, конечно, чтобы свои проблемы, свои, может быть, там, страхи, переживания и так далее, чтобы вы их не проектировали на молодого человека, вот. То есть, к примеру, если вы ему помогли, да, судом, то вы сделали это, ну, потому что, ну, потому что хотели, к примеру, это сделать. Вот. То есть, если вы помогаете человеку, да, если вы помогаете человеку, то вы это делаете именно вот по той причине, что вам он дорог, например. А не потому, что, что вы чего-то ждете от него, там, например, взамен, вот. Понимаете? Если вы изначально знаете, что для мужчины, там, друзья имеют важное значение, да, то вы не просите его отказаться от них. То есть, вы можете, да, вы можете, там, заявлять о своих желаниях, о своих потребностях, это, ну, это нормально, это нормально. Заявлять о своих желаниях, о своих потребностях, это нормально. вот, но требовать от, допустим, человека того, чтобы он, там, отказывался, да, от, ну, от чего-то, да, от своих друзей, например, вот, но мне, думается, что это, опять же, для отношений, для отношений, вот, это не полезно, мягко говоря, вот. Дальше, как ты будешь проводить свое время, спрашиваете вы, то есть, смотрите, здесь, здесь, как бы, тоже есть момент, вы спрашиваете, как он будет проводить время, но вы почему-то не говорите, как будете, или как, может быть, хотите провести время вы, то есть, когда вы ставите вопрос так, когда вы ставите вопрос таким образом, вы, это уже звучит в виде, как-то претензии к молодому человеку, то есть, как ты будешь проводить время, то есть, это такая, вот, условно говоря, родительская, родительская позиция, к сожалению, вот, вот, а родительская позиция в отношениях, да, она недопустима, вот, потому что, ну, родительская позиция создает неравенство в отношениях и разрушает их, вот. Дальше, значит, для чего вы спросили, для чего вы спросили у молодого человека, как он будет проводить свое время, вот. То есть, ну, опять же, момент какой, да, что, если вы чего-то хотите, да, если вам что-то нужно, то, то об этом, об этом, вероятно, ну, можно просто, просто сказать, просто сказать о том, что вы хотите, и все, вот. Просто заявите об этом, вот, а не, значит, соответственно, вот, таким образом, вот, себя оставить. Дальше, значит, вы пишите, он сказал, первую половину дня с тобой, вторую с друзьями, я говорю, нет, мне такого не подходит, я тоже работаю, можно ли как-то поменять эту графику, он ответил, нет. Да, это, безусловно, не совсем приятный для вас выбор, да, это, безусловно, не совсем хороший для вас выбор, но это его выбор, это выбор мужчины. И весь вопрос заключается в том, что вы дальше не идете. То есть, вот он сказал нет, да, он сказал нет. Что дальше? То есть, как вы отреагировали на это? Как вы, наверное, отреагировали? То есть, что вы ему сказали, например? Значит, как вы видите дальше, значит, ну, ваши отношения? Вот. Видите ли вы их как-то, как-то дальше? Это очень все важные моменты, на которые вам необходимо дать свой ответ. Вместо, вместо этого, вместо того, чтобы разобраться с этим аспектом, вы пишете, я не люблю его друзей, они неблагополучны. Как вопрос? Да? Почему вы, собственно говоря, ну, вообще, там, должны любить его друзей, да? То есть, ну, если он просит вас, значит, с ними гулять, да, то это, это один-один момент. То есть, ну, гулять, как бы, гулять с ними, там, не нужно, потому что, ну, вы имеете полное право не гулять с теми, кто вам вообще, ну, вообще не интересен, да? Но называть людей неблагополучными, это, это явно здесь у вас родительская, опять же, позиция. И я не говорю вам о том, что это обязательно плохо. Просто в данном случае именно она, эта позиция, становится причиной того, что у вас просто не получается с мужчиной выстроить такие отношения, которые, ну, которые, устроили бы, к примеру, ну, допустим, допустим, вас с собой. Ну, это всё. То есть, если бы он, допустим, с готовностью принял бы, так скажем, то, что вы берёте всё в свои руки, да, если бы он готовности сказал, да, хорошо, всё, ты права, вот, это одно. А так получается, что вы, опять же, человек, как-то, вот, пытаетесь, ну, не знаю, принудить к чему-то, вот, и так далее. Это вот такой аспект. Дальше, значит, вот ужасная история. Юля, ужасная история в чём? Ужасная история почему? Ужасная история, простите меня, для кого? То есть, это ужасная история для вас, или это ужасная история для, там, к примеру, молодого человека. Если эта история ужасная для вас, то, ну, давайте, поисследуем, чем эта история ужасна для вас. Если эта история ужасна для молодого человека, как он, значит, показывает, что для него эта история ужасна, да? Вот, вот, то есть, вот эти все вещи, их нужно, эээ, исследовать, обязательно. А, в противном случае, получается, что вы просто даёте, эээ, некое такое, оценочное осуждение, тому, что происходит. Ну, вот, это недопустимо, опять же. Дальше, эээ, есть такая игра, эээ, значит, психологическая игра, которая называется «Какой ужас?». Она, вот, так, так и называется, это психологическая игра «Какой ужас?». Вы можете почитать про эту игру в интернете, эээ, вот. В интернете эта игра описана, эээ, терминология взята, эээ, в частности, у Бёрна. Вот, эээ, ну, в частности, да, у Эрика Бёрна. Вот, и я думаю, что, ну, очень было бы здорово, если бы вы этот момент поисследовали. Ага, значит, поисследовали, опять же, для чего, да, зачем поисследовали? Эээ, поисследовали для того, чтобы лучше понимать, что происходит, да, поисследовали для того, чтобы лучше отдавать себе отсчёт в том, эээ, значит, как и что вообще вы делаете. Вот, ну, условно говоря, какую вы модель эээ, поведения используете. Так, эээ, значит, мой МЧ с другом пили, подвыпившие пошли домой, их остановила полиция, его друг начал буянить и убежал, а мой МЧ остался, его задержали, выписали в страх, плюс вызвали в суд. И как это понимать? Разве ты друг способен бросить товарища? Юлия, вот, отчасти, об этом я и говорил. Об этом я и говорил. То, что вы позволяете себе оценивать отношения других людей, что является в корне, в корне недопустимым. Потому что вы не можете оценить то, вы не можете и не должны оценивать то, как, эээ, значит, люди выстраивают, эээ, свои отношения. Вот. Ибо, ну, никто не знает, как они это делают, да, то есть, никто, вот, эээ, никто не может, эээ, как бы, выносить им оценку. Ну, вот. А мы считаем, это исключительно дело, вот, людей, которые такие отношения выстраивают. Это исключительно их ответственность, это исключительно их, эээ, условно говоря, эээ, крест, да, это исключительно их выбор. Вот. Да, ваш молодой человек, ваш молодой человек, эээ, выстроил вот такие отношения. Эээ, именно такие отношения он выстроил с друзьями. Это его отношения и вам эти отношения, если вы, эээ, условно говоря, уважаете, если вы уважаете, эээ, ну, своего молодого человека, вам эти отношения, эээ, желательно бы принять. Такими вот, какие они есть. Потому что их выстраивает, ну, собственно, ваш, эээ, любимый машина. Ну, пока давайте назовем его так. Да? Почему вы считаете, что вправе оценивать? То, как он выстраивает отношения со своими друзьями. Да? Он это делает, очевидно, не идеально. Ну, вот. Это, это, эээ, совершенно однозначно, это совершенно так, но, опять же, да, что мы не можем, ээээ, как бы, давать здесь свою оценку. Дальше. Эээ, сегодня с ним, эээ, на суть пошла только я. И подняла этот вопрос. Ну, опять же, опять же, Юлия. Зачем вы пошли на суть, на суть? То есть, понимаете, вроде бы, вроде бы, эээ, вы сделали доброе дело, вроде бы. Вы пошли с человеком в суд, да? То есть, вы его, ну, вроде как, вот, ну, не оставили, эээ, одного, да? Вроде как. Сейчас, вроде как, вы здесь, ээээ, поступили хорошо. Ну, но ничего, вы принимали вопрос тогда. Зачем вы принимали вопрос тогда? Ведь, эээ, совершенно очевидно, что, эээ, ну, что молодому человеку не сказать, чтобы, вот, прям, было как-то, ну, как-то комфортно, да, и так далее. То есть, он явно пребывал, он в расстрепленных, эээ, чувствах, на самом деле. Вот. Эээ, мне так, эээ, ну, мне так видится, видится. И если он, эээ, пребывал в расстрепанных чувствах, то, зачем, зачем вы принимали, эээ, ну, вопросы? Может быть, вам не очень хотелось идти с ним в суд? И в этом смысле, ээээ, я думаю, что вас, ээээ, можно понять, можно понять, почему вы не хотели идти в суд? Вот. Дальше. Так, он расстиховался, наорал на меня с матом, мол, как я забрала его, его судить, не знаю всей ситуации. Ну, эээ, он на нервах, это, конечно, его не оправдывает, но, как бы, здесь в сути своей, именно в сути, по смыслу, он выскочил адекватную позицию. У меня такой ком в горле встал, что я прямо сказал, я охлаждил тебя, мне надоело, что я постоянно, ну, что на здоровье, мне не нравится его компания. Юлия, ну, вот, с точки зрения, эээ, с точки зрения психологии, именно с точки зрения психологии, я бы сказал, что именно вот этот момент, вот этот момент именно, эээ, нужно разбирать, ээээ, значит, нам с вами, эээ, потому что, эээ, образно говоря, образно говоря, вы проявили свои чувства, вот, это неплохо, эээ, то, что вы, ээээ, проявили свои чувства, но вы проявили их, на мой взгляд, эээ, крайне деструктивно. Вы проявили, эээ, чувства свои, очень деструктивно. Эээ, почему? Потому что, эээ, вы, эээ, свою неуверенность, ээээ, и свои, свои некие страхи, ээээ, перенесли на, ээээ, молодого, ээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ не совсем позитивная тенденция для ваших отношений. То есть, уже сейчас, на втором месяце взаимодействия с ним, вы, по сути, отказываетесь принимать его таким, какой он есть, и вы чувствуете себя на втором месте, то есть, у вас есть свои собственные негативные переживания, за которые вы вините молодого человека. Ну, я уже молчу о том, что фактически вы ставите его в условии выбора, то есть, либо он, либо друзья, его друзья. Ну, соответственно, я, как бы, более чем уверен, что он не откажет, я более чем уверен, что он не откажет от своих друзей, потому что, ну, потому что друзья проверенные, да, вы хоть и, хоть и знаете, ну, друг друга уже вот давно, как вы говорите, но все равно он может отдать предпочтение именно друзьям, поэтому здесь я бы сказал, что имеет смысл обратить внимание все-таки вот на то, что вы ставите его перед выбором, вот, и о том, что это в первую очередь нужно вам, что это в первую очередь ваше чувство, вот. Поэтому мне кажется, что здесь вот нужно на это обратить вам свое внимание и исходить из этого. то есть, психологам нужно обсидать вот это, значит, и кому в горле, то есть, обиду. Дальше, он меня схватил, стал умолять не уходить. Ну, то есть, по сути, вы использовали угрозу в отношениях, вы, по сути дела, использовали угрозу. Это средство действующее, но вызывающее быстрое привыкание. То есть, если вы, условно говоря, в жизнь твою угрозу не претворили, а вы ее не претворили, потому что, ну, остались. Да? Вот. А если, значит, в жизнь эту угрозу не претворить, то к ней очень быстро вырабатывается привыкание и вас всерьез просто уже воспринимать вас всерьез, а молодой человек попросту не будет. Вот. Поэтому здесь мне бы очень хотелось, чтобы вы, ну, избрали для себя наиболее верный путь, наиболее верную модель поведения, то есть, чтобы вы все-таки, все-таки, ну, чтобы вы не вредили себе, вот, чтобы, чтобы вы действовали себе, условно говоря, во благо, столько. Вот. Мне кажется, это было бы, правильно. Дальше, значит, так, я остыла, мы помирились. Ну, вот, соответственно, хочется спросить у вас, да? Хочется у вас, соответственно, спросить. Вы остыли и вы помирились, да? Что значит вы остыли? Что значит вы помирились? То есть, ну, это, что значит, как это, условно говоря, понять, что вы помирились? Были ли, были ли выработаны какие-то решения, ну, которых вы стали бы придерживаться в будущем? Были ли выработаны какие-то, не знаю, правила или нет? То есть, что включается в примирение? Далее. Надолго ли? Это зависит не только от молодого человека, но и от вас. И вот здесь получается, что вы не хотите брать на себя ответственность за свое поведение именно со своей стороны. Он просто говорит, чтобы я гулял с его компанией, я не буду это не мой рукообщение. И здесь это действительно так. Это действительно так. Это не ваше рукообщение, вы действительно имеете полное право не гулять с его компанией, но раз он гуляет за своей компанией, это его выбор. Здесь вопрос личных границ. Он на днях будет съезжаться с этим другом, я все на нервах. Из-за чего? Они будут постоянно пить и, возможно, еще девушек легкого поведения снимать, как раньше инициатором был друг. Юлия, здесь, опять же, у меня есть ощущение, что вы в себе не уверены. Не уверены, это во-первых. Во-вторых, вы ревнуете. И в-третьих, ну, на мой взгляд, на мой взгляд, вы боитесь чего-то. Не знаю, может быть, может быть, вы боитесь остаться одна. Может быть, может быть, может быть, вы боитесь чего-то еще. То есть, ну, вот чем-то, чем-то ваш страх так или иначе продиктован. Ваши нервы чем-то продиктованы. Вы, очевидно, молодому человеку своему не так, чтобы, знаете, доверяли, чтобы у вас нет ему доверия. Вот. Вы боитесь, что он, там, девушек легкого поведения позовет, что отношает, что, ну, что к вам у него отношение, ну, вот оно вот, вот такое, да? То есть, вы боитесь, что он вас, ну, угу, не оценит, не оценит он вас в общем. Ну, вот, молодой человек. Это тоже вопрос, как бы, доверие, вопрос того, насколько вы доверяете в отношениях своему молодому человеку. И если, например, не доверяете, да, что, почему, что вам, что вам мешает, что мешает вам ему не доверять. Доверять, точнее. А доверять ему может мешать только одно. Невозможность положиться на себя. То есть, вот, вы не можете, вы не можете положиться на себя. Вы себе не доверяете своим чувством. Вот. Дальше. Посоветуйте мне что-то, Юля. А психологи не занимаются советами. Психологи работают, работают с проблемой. Вот та проблема, которую вы описали, она, ну, безусловно, имеет место быть. Вот. Вот. Но с этим нужно работать. С этой проблемой нужно работать. Если вы хотите, конечно. А советовать что-то весь смысл не имеет. Советы вам не помогут в этом смысле. Дальше. Что-нибудь еще можно изменить. Что именно изменить? Что конкретно и для чего? Он на днях батареи кольцо предлагает съезжаться. Я не очень понимаю, как он предлагает съезжаться вам, если он собирается съезжаться с другом. То есть, он хочет съехаться с вами обоями или как? Не очень здесь понятно, наверное. Что вы имеете в виду? Я не собираюсь сидеть одна, пока он будет шататься, бог знает где. Это правильно. Это действительно хорошая позиция, что вы не собираетесь сидеть, бог знает где, пока он занимается чем-то. Вот. Здесь вы верно мыслите конструктивно. Вот. Вам нужно просто вот эту позицию, ну, свою позицию, вам нужно ее довести, скажем так, до логического завершения. Вот. То есть, необходимо, чтобы вы для себя как можно, ну, как можно более четко представляли, да, где, вот, где заканчивается граница, граница того, что вы считаете именно для себя приемлемым, именно для себя. И где начинает граница того, что вы, опять же, для себя считаете неприемлемым. Это очень важно. То есть, не обвинять человека в чем-то, а именно вот свои собственные границы определить. Вот. В целом, я бы сказал, что надо бы корректировать вашу позицию в отношениях, потому что сейчас она вызывает, скорее, больше вопросов, чем, ну, чем ответов. Вот. И сейчас она вызывает больше ощущения от того, что вы действительно инструктивно ведете себя в отношениях, нежели чем позитивно. Возможно, это связано с опытом прозрака отношений, ваших, и тогда уже с ним нужно работать. Возможно, это связано с тем, что для вас отношения слишком значимы. Ну вот. Но вот ваши неуверенности в себе, возможно, даже отсутствие самооценки на должном уровне мешает вам вести себя адекватно в отношениях. Говоря адекватно, я имею в виду так, чтобы люди, чтобы партнер видел, что вы цените себя, что вы знаете, что вы делаете, что вы не пытаетесь никого изменить и поменять. А сейчас именно это вы и делаете. То есть, вы вроде бы помогаете, вы вроде бы что-то делаете, но в то же время вы ждете какой-то реакции. Не получая ее, вы обижаетесь. Вот. Ну и власть родительская позиция, оценивающая позиция тоже не добавляет позиции. Вот эти моменты нужно корректировать. На этом все. Я надеюсь, что помог вас. Если вас остались вопросы дополнительные, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо.